Каток у театра оперы и балета планируют открыть к выходным, если позволит погода. Во всех парках сооружают горки, однако они будут ниже обычного из-за новых стандартов. Вероника Иванова посмотрела, как идут работы и узнала, сколько будут стоить зимние развлечения. Ритуся, привет! Смотри, какая у нас большая елка. Каток на площади Ленина в театральном сквере перед оперным театром уже почти подготовили. Здесь ограждение сделали из блоков, лед привезли из озера, поэтому он такой прозрачный. Видно пузырьки и кристальную чистоту воды, которая замерзла, чтобы подарить новосибирцам праздник. Еще смонтируют подсветку и создадут музыкальное оформление, поэтому у всех, кто придет сюда покататься на коньках, будет настоящее новогоднее настроение. Каток протестировали фигуристы. Поверхность в целом ровная, остается навести лоск. Обещают открыть его для новосибирцев к выходным. Уже толщина льда порядка 7 сантиметров. И если бы погода нам не помешала, обильные снегопады, мы с сегодняшнего дня планировали начать разглаживание льда и готовить уже его на чистовую. Погода внесла свои корректировки. Все равно будем ловить такие прорехи, когда не будет осадков, и будем, соответственно, заливаться. Вместить каток сможет около 500 человек. Для посетителей этой зимой устроят мастер-классы от фигуристов и хоккеистов, показательный шоу. Будет два теплых модуля, кабинки для вещей. Вход со своими коньками бесплатный. Взять инвентарь в прокат чуть больше 150 рублей. Подсветка была очень красивая. Ёлка шикарная. Я хочу себе обычные фигурные коньки, потому что я люблю кататься на коньках. А как у вас? Белого, бирюзовый, розовый какой-нибудь. Покататься можно будет и на горках. Однако новый техрегламент внес коррективы в традиционные зимние забавы. Во всех парках у нас будут установлены бесплатные горки. Еще могу сказать, что единственное, что они не будут большими, потому что по безопасности они должны быть небольшого размера, но они обязательно будут во всех парках. Поэтому дети могут спокойно приходить. В каждом парке у нас будут обязательно бесплатные горки. Высокие горки – это по новым нормам уже аттракцион, и к его безопасности предъявляют строгие требования. Впрочем, Новосибирске сделают и такие. Например, скатиться с высокого спуска, если купить билет, можно будет в Ледовом городке на Михайловской набережной. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости.